Настоящих защитников Отечества нужно взращивать с молодых ногтей. Военно-патриотическая школа авиаторов «Высота» выпустила уже более 40 поколений таких защитников. Это старейшая школа в нашем городе и одна из старейших в России. В стране она... у нас таких... три школы в стране есть. Вот по давности, как раз по срокам, здесь три школы. Это наша школа и две школы где-то около Москвы. Каждое занятие в «Высоте» проходит одинаково. Строгая дисциплина и военная выправка, как в армии. Первый человек к переучиванию «ЗОК» стоит. Смирно. Товарищ предваритель, переучивающий «ЗОК» занятию готов. Командир перевозвода младший сержант Матюгин. Занимаются курсанты два-три раза в неделю. На теоретическом часе историю и современность российской авиации ребята узнают, можно сказать, из первых уст. Валерий Сокулин – капитан запаса, летчик военной авиации. О самолетах он знает все. Вот уже 10 лет преподает в «Высоте». Говорит, за долгое время его работы контингент существенно не поменялся. Все те же молодые ребята с горящими глазами. Такие же приходят, парни приходят такие же, девчонки такие же приходят. 14-15 лет все одинаковые. Может быть, немножко стало в количественном составе, немножко поменьше стало. А так все одинаковое. И физически развит, и хорошо, и в голове что-то есть. Физической форме курсантов в «Высоте» уделяется особое внимание. Поэтому на каждом занятии – один час физо. Ну и какой же солдат без оружия? Огневая подготовка также является неотъемлемой частью обучения. Собрать и разобрать автомат к концу последнего третьего курса ребята могут практически не глядя. Кстати, абсолютно все педагоги школы – ее бывшие выпускники. Поэтому с курсантами общаются, что называется, на одном языке. По десантам выделяешься, взлышишь отчет и метеешь купол. Понял? Теперь приготовимся. Готов? Пошел. 521, 522, 523, кольцо, 524, 525. Купол. Тренировки по укладке парашюта и отделению от самолета пригодятся курсантам после. Ведь в конце учебного года их ожидают зачеты. И главная проверка знаний – самостоятельный прыжок с парашютом. Каждого из курсантов сюда привела своя причина. Но никто из них не считает это случайностью. Скорее, знаком судьбы. Тяга. Я собираюсь поступить в лучшее командное училище в Рязани. И пойти по ступам отца, стать военным. Выпускник высоты – это не просто слова, а определенного рода братства. Те, кто когда-то занимались здесь, при любом случае возвращаются, куда бы ни забросила их служба. Выпустились мы в 2004 году. Практически уже 10 лет прошло. И мы постоянно с определенной периодичностью сюда приезжаем, общаемся с преподавателями, общаемся с нашими товарищами, с которыми мы выпускались. Даем какие-то советы молодым курсантам. Потому что волей судьбы сейчас проходим военную службу сами по контракту. Я думаю, что привносим определенные новые знания. Выпускники высоты работают во многих структурах – военных и не только. Максим, например, сейчас служит в Новосибирске. Год обучения вспоминает с ностальгией. Было, конечно, сложно, но больше было интересно. Потому что мы бежали со школы, даже бросали уроки зачастую, ехали сюда, жили мы далеко. Приезжали, чтобы здесь позаниматься до позднего вечера. Проблемы были, которые возникали с основной школой, потому что что-то не успевали. Но все равно, конечно, программу нагоняли мы потихонечку. Ну, можно сказать, основное свое свободное время проводили именно здесь, в этой школе. Нынешние поколения не сильно от них отличаются. С особым нетерпением высотники ждут лето. Но не для того, чтобы отдохнуть от занятий. Наоборот, летом начинается самое интересное. На базе аэродрома Исюниха для них организован профильный лагерь – дорога в Пятый океан. А это походы, подготовка к выступлению на день авиации и, конечно же, долгожданные прыжки с парашютом. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. В век вредных привычек и социальных сетей эти ребята в столь раннем возрасте, заболевшие небом, выглядят слегка непривычно. Но ребята своей уникальностью даже гордятся. Уж они-то точно знают, что значит быть на высоте.